Для начала я расскажу, зачем мы все это дело начали. Вверху представлена диаграмма из прошлогоднего исследования по работе дата-сайентистов. На ней показано распределение рабочего времени дата-сайентиста. Из нее можно заметить, что почти 80% уходит на работу с данными. Это очистка, подготовка данных, то есть ETL, и формирование дата-сетов для обучения моделей и для их тестирования. Можно подумать, что ситуация нормальная. Работа такая, деньги платят, пусть готовят данные. Но есть один нюанс. Нижняя диаграмма, я ее называю диаграммой ненависти дата-сайентиста. Тут показаны процессы, которые больше всего не нравятся по этому исследованию дата-сайентистам. Я специально на обоих диаграммах отобразил одни и те же процессы одинаковым цветом. И вы можете отметить, что вообще говоря, диаграммы очень сильно похожи. То есть так получается, что больше всего дата-сайентисты ненавидят то, чем они почти все время и занимаются. А именно обработкой данных. Собственно, ввиду того, что мы делаем платформу менеджмента данных, как бы видим свою миссию здесь помочь дата-сайентистам избавиться от этой ужасной части и оптимизировать эту часть работы. Но это еще не все. Есть еще вторая такая большущая проблема. Она связана с доставкой наработок дата-сайтистов в продакшн. То есть они там модельки пишут. Обычно как это происходит. Так сложилась ситуация, во всяком случае, наших заказчиков, с которыми мы имеем дело, что каждая команда пишет свою модель как вещь саму в себе. То есть эта модель и мини-ETL машина, и мини-лернинг машина, и все там сама делает. Селекты всякие, джойны, обработку данных из файлов. Она там все это собирает, готовит. Потом моделька учится и результаты куда-то записываются. Плюс ко всему есть еще такая неприятная вещь, что дата-сайтисты используют большое количество разнообразных фреймворков. В основном это что-то на пайтоне написанное. Там встречается и скала, и джава, и бывает даже язык R, там реттл. Вот я внизу какие-то перечислил. Соответственно при внедрении в продакшн начинаются какие-то неприятные нюансы. Технические сложности или проблемы с производительностью. Потому что дата-сайтисты все делают на своем ноутбуке. И самые там продвинутые могут, если у них ресурсов хватает на персональном компьютере, установить какой-нибудь Horton Wars HDP sandbox. И он хоть как-то похож на продакшн. Но это редко бывает. Вообще говоря, по моим личным наблюдениям, лишь у 10% команд есть доступ к реальной тестовой среде, которая имитирует там продакшн. Все остальные что-то делают у себя. При выводе в продакшн все… Тут картинка в правом углу нижнем. Она очень хорошо иллюстрирует, что на самом деле происходит. Соответственно мы здесь видим свою миссию. И что мы делаем? Это какой инструмент delivery модели такого автоматизированного и встраивание в ETL машину, которую мы разрабатываем, про которую вам там еще подробно расскажет мой коллега Алишер в следующем докладе. Ну, собственно, вот ради чего мы все это делаем. Теперь давайте немножко подробнее рассмотрим вообще сам процесс создания моделей. Точнее, ну, обсчета их в продакшне. Именно создание, наверное, не будем рассматривать, потому что оно связано… Это такой процесс, он творческий, он связан с бизнес-аналитикой, у дата-сайентистов должна Эврика произойти. И много нюансов. Мы уже считаем, что на текущий момент у нас как бы все эти этапы дата-сайентист прошел, у него там код вот в этом его персональном компьютере, где-то в IDE, готов. Чтобы в продакшне обучить эту модель, должно случиться несколько вещей. Смотрим на верхний workflow. Сначала у нас из разнообразных источников загружаются факты или сырые данные. Там присутствует какая-то минимальная обработка, обогащение какой-то данных, дата-квалити и так далее. Следующим этапом у нас должны быть построены агрегаты. Агрегаты – это какая-то информация, понятная человеку. Вы можете в качестве примера, я вам скажу, что, например, есть абонент, и агрегатом является средний платеж за год прошедший. То есть это такая информация, которую можно отобразить на дашбортах, и она в целом интерпретирована интуитивно, понятна. И это второй слой данных. Дальше начинается уже специфичный слой данных для дата-сайтистов, для моделирования. Это фичи-стор. Это специальные предикторы, которые строятся для моделирования. Они очень часто не имеют какого-то интуитивно понятной интерпретации. Но, тем не менее, это тоже относится непосредственно к ETL. Это подготовка каких-то композитных блоков данных. Собственно, уже когда все это заготовлено, можно начинать моделирование. Моделирование состоит из двух больших таких кусков. Первая часть – это обучение модели. Когда мы из этого фичи-стора загружаем нужные нам фичи, точнее их сет, какой-то историчный или достаточно большого объема, чтобы обучить модель, после этого мы этот сет внутри модели все равно дополируем. Какой-то там ETL специфичный математически присутствует. Например, нормирование, определение распределения в данных и так далее. Но это уже очень специфичные вещи, очень математические. И там же мы при обучении подготавливаем лейблы, или это наш таргет, ради чего мы делаем обучение, чтобы проверять качество моделей. После этого у нас идет шаг эстимейта. Эстимейт – это, собственно, какой-то в простом самом случае итеративный модель. Мы там обучили модель, протестировали ее, посмотрели, как сильно отличается от лейблов, повторили эту итерацию. Когда нас результат удовлетворяет, мы эту модель сохраняем. И, соответственно, есть еще workflow evaluator. Это когда нам эта сохраненная модель понадобилась для того, чтобы посчитать production данные. То есть реально массив какой-то большой или встроить их в поток данных, которые приходят из источника. В такой ситуации мы загружаем эту модель, загружаем там нужную фичу. В данном случае это уже не какой-то там бач или большой набор. Это может быть и одна запись. Никаких таких ограничений нет. Точно таким же кодом, как при обучении, вычисляем эти предикторы и делаем эволюет. Эволюет тоже является частью эстимейта. Там, когда мы посетировали, тоже самое делали. Получаем результат, его куда-то записываем. Это такой вот общий процесс работы машин лернинга в продакшене. Я хотел бы сейчас ввести для понимания два термина. Гипермодель и бизнес-модель. Собственно, гипермодель это код, про который я вам сейчас рассказывал. Вот эти блоки на диаграмме, которые я нарисовал, это на самом деле код. Он может быть DSL для нашей платформы удобным. Либо же какие-то части это там Python или Scala или Java. Прям код как код. И дата-сайтисты в большинстве своем пишут его в Zeppelin или в Юпитере. Это инструменты с веб-мордой, с интерпретаторами. Тоже поддерживают и Python, и Scala. Там много технологий. И очень хорошими инструментами визуализации. То есть они там пишут свой код, который относится непосредственно к моделированию, к какой-то вспомогательной для визуализации. Самые продвинутые, такие матерые, то есть сеньоры, дата-сайтисты, они это делают все-таки в удобных IDE, типа пичарма идеи, где есть дебаг, где хоть какие-то инструменты разработчика есть. Но это скорее исключение. Собственно, мы эти гипермодели умеем собирать как из Zeppelin, так и, понятно, из сердцов. И гипермодель, то есть вот этот код, плюс какая-то мета-информация, которую мы к нему добавляем, чтобы вообще понимать, откуда она взялась и что из себя представляет. Ну, бизнес-модель – это то, что вот этот код генерирует то, что мы сохраняли, а потом загружали. И вообще говоря, бизнес-модели, они очень разнообразны и зависят от фреймворка, который вы используете. Например, Spark, он сохраняет свои модели, Spark ML, в формате паркет. То есть какие-то объекты сериализуют с помощью паркета. Встречаются варианты, где чисто джессон описания или XML. Но у всех этих моделей можно определить такую общую структуру. То есть внутри модели содержится на самом деле не одна математическая модель, а какой-то набор. Хороший пример – это Decision 3. У нас есть дерево, и там в каждом листочке или в каждом узле у нас находится какая-то модель, которая принимает решение. Внутри вот этой каждой модели у нас есть майнинг-схема. Это когда мы подаем на ход именованные данные из нашего фичу. Она там понимает, какие фичи взять, в какое место отправить по этому дереву, например. Также там написаны трансформации. Собственно, сама модель – это и есть трансформация. Мы берем какой-то вход, его преобразуем и получаем то, что нам нужно. Она применяет набор этих трансформаций, и мы получаем наш output. Ну, это такая общая схема. И все это дело, и гипермодели, и бизнес-модели мы храним в Mavin репозитории. Почему мы это делаем? Ну, мы хотели взять передовые наработки по управлению зависимости, по управлению артефактовыми, и поэтому решили использовать именно Mavin репозиторий. Во-первых, у них есть инструменты администрирования, типа GFROG, Artifactory или Nexus, или еще какие-то встречаются. И их поддерживают инструменты сборки, будь то старый Ant, Mavin или Gradle. Вот мы используем Gradle. У нас он построен на Gradle. Соответственно, гипермодель публикует в репозитории разработчик этой модели. Ну, там DevOps или Data Scientist. То есть он написал там в своем запелине или просто в VDE код, запустил Gradle задачу, она собрала эти файлики, упаковала там в zip-архив и поместила в репозиторий гипермоделей. Ну, соответственно, бизнес-модели, они публикуются автоматически по результатам выполнения гипермоделей. И я вот сейчас рассказал вам про кирпичики, из которых все это состоит. И хочу еще раз повториться про общую схему, показать, чтобы как бы сложилась общая картина. То есть у нас есть рабочая станция Data Scientist, где он пишет-пишет код, наконец там его написал или просто срок подошел, что уже дедлайн, и надо его, короче, публиковать. Он у себя же на этом воркстейшене запускает там IDE, если он писал в запелине или ничего не запускает, потому что на него уже открыто, и выполняет Gradle задачу. Опубликуем мою гипермодель. У гипермодели есть группа, ну, чтобы определить там, условно говоря, из какой страны этой команды. Там есть название, о чем это речь, и версия. Ну, версии там, они у нас append-only, постепенно растут. Эта штука, она публикуется и помещается в репозиторий, сам артефакт, весь код. А в scheduler встает на расписание, когда ее надо обучить. Расписание это вообще не просто там какое-то время по крону. Это очень сложная штука, это может быть зависимость от других каких-то потоков, в том числе той загрузки данных, расчета агрегатов, расчета фичей. И вообще из себя эта зависимость представляет прямой цикличный граф. Ну, и в общем, когда-то наступает момент, что пора обучить эту модель. Соответственно, этот компонент, scheduler, про него тоже Алишер подробнее расскажет, он выполняет эту модель, получает результат бизнес-модели, точно так же ее автоматически закладывает в репозиторий бизнес-моделей. В репозитории бизнес-моделей у нас лежит бизнес-модель с точно такой же группой, именем и версией. Единственное, что в конце версии добавляется еще кусочек, это бизнес-период. То есть, что это такое? Для хорошо написанной гипермодели, люди если постарались и сделали классную модель, которая долго работает, может быть много для этой гипермодели, может быть много бизнес-моделей. То есть, например, мы каждый день по каким-то данным по платежам обучаем, маркетинговую компанию считаем, и, соответственно, для одной гипермодели за год у нас наберется 365 бизнес-моделей. Мы их все храним. Если нам зачем-то надо будет присчитать что-то за прошлый период, ну, всегда есть такая возможность. Собственно, я рассказал так концептуально вещи. И, ну, что касается батчевых моделей, там, всем привычных, мы тоже используем стэк Hadoop, то есть там Hive, Spark, я ничего особенного про батчевые модели. Особенно интерес представляет реал-тайм выполнение моделей, и это делаем мы прямо в Ignite. Первая проблема, с которой мы столкнулись, это вот многообразие фреймворков, которые у нас на входе. На самом деле получается, что, конечно, можно любой там код и на плюсах написанный, и на питоне выполнить через GNI, через G-tone, но это совершенно не бьется с целью реал-тайма. Это будет непроизводительно, очень медленно, и так не работает. Вот. Отдельно тут стоит выделить Spark, потому что Ignite имеет интеграцию со Spark. Причем она очень крутая, эта интеграция. В отличие от чистого Spark, Ignite позволяет RDD шарить между процессами, тем самым экономить память. Но этого тоже недостаточно для реал-тайма, потому что Spark это чисто батчевый фреймворк, именно в части машин-лернинга. То есть нельзя там стрим данных какой-то запустить и его там поштучно скорить какой-нибудь скоринговой моделью. Он так не работает. У нас были замеры. Текущего нашего решения там в тысячу раз медленнее был. И, собственно, мы нашли выход следующий. Это стандарт PMML. Это межотраслевой стандарт, язык разметки предсказательных моделей. У него есть большая, в этом стандарте есть большая номенклатура математических моделей поддерживаемых, хотя и не всеобъемлющая. И большинство популярных фреймворков, вот они тут все перечислены, они поддерживают этот стандарт, умеют сохранять свои модели в формат PMML. Соответственно, на примере Spark мы обучаем там какую-нибудь логистическую регрессию, получаем модель Spark, сохраняем ее как бизнес-модель, и там же рядышком кладем с другим классификатором еще один артефакт в формате PMML. То есть у нас для бизнес-модели может быть несколько эвалюэйторов, в зависимости от контекста. При выполнении в HDP у нас будет выполняться чистая Spark модель, как обычно. А если мы захотим ее применить в Ignite, это будет PMML. Собственно, в этом PMML формате модель мы встраиваем в Ignite, куда нам нравится. Еще я хочу тут заметить, мы проводили на не очень сложных данных, на простой модели, логистической регрессии, у него было 10 параметров, сравнительный тест на нескольких миллионах настоящих данных, и получается, что на самом деле PMML, из-за того, что это такой легковерстный фреймворк против Spark, обучали мы модель Spark, имеет преимущество даже в случае батчевой обработки. То есть в полтора раза быстрее оно в батчевом режиме делает, ну а там в тысячу раз уходит при построчном скоринге. Такая история. Но про PMML я хочу сказать, что это, наверное, какой-то промежуточный шаг в нашем развитии, потому что Ignite готовит, уже из стадии бета вышла Ignite ML. Крутая штука. Во-первых, нативно поддерживает Ignite, то есть там математика специально написанная для Ignite. Соответственно, выполнение моделей в формате Ignite будет значительно быстрее. Ну и, собственно, есть некоторые кейсы, когда не только выполнять модели нужно в реал-тайме, а еще и обучать их. То есть непрерывно обучать. Такой пример – это когда нужно рассчитывать время доставки, имея пробки на улицах Москвы. Пробки меняются очень быстро и нужно постоянно корректировать модель. Для таких вещей нужно не реал-тайм обучение. У нас этого еще нету, и вот мы как раз планируем разрабатывать в этом направлении технологию. Спасибо вам большое за внимание. Пожалуйста, ваши вопросы. Делали ли вы какие-нибудь запросы по потребностям к Ignite, собственно, к сообществу open source, чтобы они это сделали и реализовали? К open source сообществу не делали. У нас как с партнерами общались с grid gain. То есть какие-то заказы вы все равно уже просили их реализовать именно в Ignite или в grid gain? Ну, в общем, да. Спасибо. Спасибо. Спасибо.